Смотрите, задание такое, довольно простое, как решать такие задания. Очень просто, очень просто. Смотрите, в первую очередь, запомните одно, мы не любим с вами дроби. Мы не любим дроби, мы от них избавляемся. А чтобы избавиться от дроби, нам нужно умножить эту дробь на такое же число, которое стоит у нас в знаменателе. То есть, если мы этот знаменатель умножим, точнее, дробь умножим на 4, то как бы четверка пропадет, это число станет просто вот таким. Но у нас здесь разные знаменатели, мы можем умножать только на обе части неравенства или уравнения. Смотрите, здесь стоит 3, здесь 4. Грубо говоря, на какое число нужно умножить, чтобы у нас эти знаменатели ушли? То есть, по факту, это и есть их, скажем так, общий знаменатель, можно так сказать. То есть, если мы 12, если я умножил обе части неравенства на 12, давайте посмотрим, что получится. Умножаем первую дробь на 12, у нас 3 и 12 сокращаются. Здесь знаменатель уходит, единичку превращается, здесь остается 4. Вот, поэтому мы запишем 4, умножаем вот теперь на x в квадрате. Меньше либо равно, ой, больше либо равно. А здесь, смотрите, 12 и 4 сократятся, здесь будет единица, знаменатель уйдет, а здесь останется 3. Вот, поэтому 3 умножим на это все дело. Я пока прям так и запишу. Смотрите, нам нужно избавиться от знаменателей, от дробей вообще. Поэтому умножаем, скажем так, на общий знаменатель. Просто берем, умножаем обе части уравнений на общий знаменатель. Так как мы умножаем на положительное число, то знак неравенства у нас остается, каким он был. Вот. Ну, на самом деле опять мы с вами получили обычное квадратное неравенство, с которого и начинали. Раскрываем скобочку, 3,2,3 у нас 9, x, 3,2,3 просто 9, плюс 9. Переносим все в левую часть, получается 4x в квадрате. Сюда переходит со знаком минус 9x. Девяточка сюда переходит тоже со знаком минус. Больше либо равно нуля. То есть, как вы видите, все мы переносим в левую часть и решаем методом интервалов. Вот, найдем корни, ну здесь запишем фразу, найдем корни. Найдем корни. Для этого нам нужно данное неравенство приравнять к нулю. Точнее, данный многочлен приравнять к нулю. Найти дискриминант. Чему будет равняться дискриминант? 9 в квадрате 81. Минус на минус нам даст плюс сразу там. 4 умножаем на 4. Нет, давайте 4 умножаем сначала на 9. Это будет 36. Еще раз на 4. Это будет 120 и 24. 144, да? По-моему. Почитаем, что у нас получилось. На конце будет 5. 8 и 4. Это у нас 12. Давай пишем 1 в уме. Так, 225. Ну все, прекрасно. У данного числа есть корень, это 15. И находим х1, х2. Давайте где-нибудь повыше найду. Здесь 12. Ну давайте, ладно, не буду собирать. Найдем корень х1. Минус 9 у нас превратится в 9 обратное, да? Плюс 15. Ну или минус 15 сначала мне удобнее, например. И поделить на 2а. 2 умножаем на 4. 9 минус 15, это у нас минус 6. Минус 6 делим на 8, да? Сокращаем дробь, у нас получается минус 3 четвертых. Вот. Ну либо минус 0,75. Во второй части нам, в принципе, не обязательно переводить все в десятичную дробь. И ищем х2. Х2 у нас получается 9 плюс 15. Делим также на 8, да? 9 плюс 15 у нас будет 24. 24 делим на 8, у нас получится 3. Вот. Все. Нашли мы с вами два корня. Опять рисуем. А давайте посмотрим, точки у нас закрашены или нет. Неравенство у нас, смотрите, не строгое. То есть оно может быть равно нулю. Поэтому наши точки являются закрашенными. То есть никаких здесь ограничений на х нет. Здесь х не стоит в знаменателе, х не стоит там под корнем или что-то еще. Вот. И решаем методом интервала. Вот. Метод интервалов. Вспоминаем, что это такое. Давайте я с вами рассмотрю сейчас другой метод. Минус 3 четвертых. А здесь 3. Давайте другой метод. Мне нравится подставлять либо точку 0, либо какое-нибудь огромное число. Если можно подставить 0, давайте подставим 0. 0 находится где-то посередине, ну между ними, да, в этой части, неважно. Между ними. Подставляем 0 в наше неравенство. Давайте подставим. 0 в квадрате это 0. 0 умножаем на 4 это 0. Здесь получится 0. Минус 9 умножаем на 0. Здесь опять будет 0. То есть все это уйдет. И остается минус 9 больше 0. Верно это? Нет, неверно. Поэтому наш промежуток, то есть точнее центральный промежуток, он, как вы видите, получается всегда отрицательное число минус 9. Да, здесь отрицательное. Вот. А здесь положительное. То есть наши промежуточки это крайние. Нас интересует только положительное. У нас получилось отрицательное число минус 9. Вот. Ну, вот, собственно говоря, и все. Ответ. Ну и методом параболы было бы то же самое, да. Парабола у нас ветви, которая направлена вверх. То есть она идет вот так. Здесь положительное значение, посередине отрицательное, потому что проваливаемся. Вот. И ответ. Х принадлежит промежутку от минус бесконечности до минус 3 четверти. Квадратная скобка, точка затрашенная, знак объединения, опять квадратная скобка, 3 бесконечности. Вот такое вот задание. Вот. Ну, по данному заданию я не буду вам сейчас давать домашку. Потому что здесь, в принципе, то же самое, да. Вообще рекомендую открыть все-таки сайт Resho.g, либо тот сборник, который у вас есть. Если он у вас такой, то можете там не искать, там больше неравенств нет. Посмотрите с сайта Resho.g, там очень много неравенств. Заходите прямо на главную страницу, и там список заданий. Открываете 21 задание, нажимаете на неравенство. И прорешайте оттуда все неравенства, которые там найдете. Вот. Решайте методом интервала. Все, практически все им получается сделать. Решайте методом интервала.